здравствуйте дорогие друзья итак книга тилим продолжаем путешествие 32 псалом очень глубокий сильный псалом это один из любимых псалмов царя давида он в нем как бы складывал сердце написали мудрецы но первое что пишут наши древние книги что этот псалом будет милосердием если че какая-то болезнь тяжелая не дай бог или какие-то проблемы очень тяжелые то после молитвы надо читать этот псалом ежедневно и написано что ты получаешь больше милосердия неба и кроме того когда ты что-то просишь какая-то молишься о чем-то то твоя молитва но как бы получает большую пробивную силу благодаря тому что в конце ты читаешь этот псалом очень серьезная седьмая строчка они много написано в каббалистических книгах ты спасаешь меня от проблем вот когда у тебя есть очень большие проблемы и долги и если из тебя хотят их но ты чувствуешь проблемы получают с тебя или очень тяжелое положение здоровья там и так далее три раза читает вот эта седьмая строчка по сука три раза наоборот и написано что это очень сильное влияние на небе проводит этот считается что тридцать первый псалом написан для духовного вот этот второй псалом написан для того чтобы но духовно очиститься что это в корне меняет внутри из его читать постоянно внутренне тебя очень меняет если ты чувствуешь что на душе тяжело что есть какое-то чувство вины тебя мучает что натворил не совсем хороший дел написано тоже читает а псалом ты он защищает и не расчищает душу вообще вот написано в толковании к этому псалму что если душа направляет тело то есть душа руководить человеком а вот тело он он как с каком да то у человека все хорошо если только наоборот тогда получается проще ну или сложнее точнее написано в книге шамушки делим что каждый просящий всевышнего о милосердии после каждой молитвы тоже должен читать 32 псалом то есть вот чтение псалма после молитвы упоминается совершенно в разных источниках и всегда в одном и том же контексте это очень сильно привлекает как бы милосердие небо и небо как бы не видит твои промахи в какой-то мере ну и самое главное это псалом самое главное что говорят абсолютно все источники это великий псалом на поиск о себе пары очень написано что это один из самых действенных столбов вообще вот предлагают древние книги читать пять псалмов 32 38 70 71 и 127 набор этих слов помогает сильно нахождению шедуха но именно вот за ракадош пишет что шестая строчка вот там секрет для нахождения мужчины и женщины своей половины говорится поэтому молится тебе каждый благочестивый во время когда ты многие воды раз застигать его написано чтение этого псалма один из самых уникальных вообще что есть для того чтобы когда человек чувствует что пора или найти пару или не может найти эту пару читая этот псалом и ты увидишь как чудесно исполнится все ну надо читать только соответственно с кованой с намерением вот такой тридцать второй псалом брахавая слаха идем дальше ну ну